Здравствуйте, меня зовут Михаил Новоселов. Я в компании РОСА занимаюсь разработкой дистрибутивов, сборкой и сопровождением пакетов. В своем докладе хочу затронуть тему обеспечения реальной безопасности. Она часто, к сожалению, отличается от бумажной, потому что модели угроз всегда разные. Одно дело защищать компьютер управления атомной станцией, другое дело защищать школьный ноутбук, например. Но то, что часто многими используется вынужденно, в том числе по требованиям регулятора, это антивирус. Вот это такая штука, вирусы под линукс, которые, конечно, существуют, но не только лишь все их видели. Большинство зломов линуксовых систем происходят по принципу просто подбери пароль, когда, например, логин пароль админ админ или какая-нибудь еще другая дыра из ошибки в коде. А вот чтобы существовали именно реально гуляющие в дикой природе вирусы, такое встречается редко. Даже если кто-то захочет запустить эксплойт для какой-нибудь уязвимости с гитхаба, он, возможно, найдет этот эксплойт, но, например, не всегда есть инструкция, как его собрать и запустить. Посмотрим, как в мире линуксы с этим обстоят дела в наши дни, потому что дела изменились с прошлыми временами, со временами Windows XP. Сейчас такого, что зашел на какой-то сайт и к тебе в компьютер попал вирус автоматически, такое практически исключено, потому что в браузерах надежная песочница, которая все изолирует. И обычно пользователи запускают вирусы сами. Они скачут какой-то файл, исполняемый .exe, Windows показывает иконку исполняемого файла, он ее берет непосредственно из этого файла, поэтому это, например, может быть .exe с иконкой PDF. Он будет думать, что открывает PDF, а на самом деле запускает вирус. И этому вирусу вовсе не обязательно взламывать систему, становиться администратором, получать право админа, потому что, если, например, он хочет зашифровать какие-то файлы, чтобы потребовать выкупа, то права админа ему для этого не нужны. Много условно вирусов рекламных устанавливается при установке других программ. Там галочка, кто-нибудь забыл, снять что-то, ставится, потому что установка ПО происходит абы откуда из недоверенных источников. Но серьезно вредоносное ПО все же эксплуатирует уязвимости. Вектор атаки схожи с Linux. С теми, что доступны в Linux. Вот, например, довольно давний пример. Это Stuxnet, червь, который активно распространялся через флешки на разные компьютеры. Он целился на иранскую ядерную программу. Вот по ссылке, текстом или по QR-коду, PDF-отчет компании вирусблокады белорусской, которые первые его обнаружили, он был очень инновационным для того времени. Он не только эксплуатировал уязвимость, что когда флешку втыкаешь, наша операционная система там начинала обрабатывать файлы, которые на флешке есть, и в ходе обработки файла эксплуатировалась ошибка в обработке этого файла, что приводило к запуску вируса. Но там еще подпись, там он ставил, по-моему, драйвер, который был подписан якобы валидной подписью известной компании. И большая проблема в том, что нельзя просто так взять и сделать аналог замкнутой программной среды, и там это делается очень своеобразно. Что же у нас в Линуксе? У нас в браузерах не менее надежная песочница, она даже, возможно, более надежная. Во многом она надежна, потому что, например, тот же Google в это инвестирует много ресурсов, потому что Chrome OS для Chromebook это Linux. Но если кто-то скачал файл, то просто так он его запустить не сможет. Во-первых, иконка файла не рисуется исходя из содержимого файла. Поэтому такого, чтобы кто-то скачал исполняемый файл, он будет показывать как PDF-ка, такое, ну нет такого. Далее, чтобы его запустить, ему придется его сделать исполняемым. Либо там в консоли, чмот плюс x, либо правой кнопкой на него нажать, свойства, галку исполняемый поставить, закрыть свойства, еще раз его двойным кликом пытаться запустить. И даже тогда большинство файловых менеджеров покажут, что задаст вопрос, а точно ли ты хочешь запустить файл? Это вот все немного напоминает анекдот, который на экране, довольно бородатый, про секретаршую дискету. Но у нас важно отметить, что программу обеспечения обычно ставят из репозитория, которую она собирает из исходных кодов. И если пользователь сам не совсем делает какую-то странную вещь, то просто так браузер какой-нибудь не установится, когда он ставит какую-нибудь совершенно другую программу. У нас точно так же существует уязвимость в обработчиках разных типов файлов. Например, в KDE в свое время не так давно была уязвимость в обработчике дестоп-файлов. Это ярлыки линуксовые. Когда открываешь папку на флешке или в архиве, или еще где-то, в которой лежит дестоп-файл, у него там нужно нарисовать иконку красивую. Для этого этот файл нужно прочитать, обработать. И вот здесь большой простор для уязвимости. Также вот на слайде приведен пример превью у файла OTP, презентацию PDF превью. Это тоже обработка этих файлов. В процессе их обработки тоже возможно эксплуатация какой-то уязвимости. У нас гораздо проще защитить систему по принципу белого списка. Вот, собственно, запнутая программная среда, о которой коллеги уже рассказывали очень много. У нас применяется механизм UMA, как в Авроре. У нас в линуксе это делается проще. Помимо UMA с другим инструментом будет отдельный слайд. Разница между Linux и Windows в этом плане в чем? В том, что в Windows каждая программа носит все необходимые для работы библиотеки с собой. В линуксе то, что в репозитории обычно используют некую общую системную библиотеку. Например, есть библиотека с реализацией работы с PDF-файлами. Она будет общей и у программы просмотра PDF, какой-нибудь там окуляр, и у системы печати CAPS, и у офисного пакета, который умеет сохранять файлы в PDF. И если какая-то уязвимость возникает в библиотеке, то в репозитории обновляется пакет с библиотекой, и все программы, которые эту библиотеку используют, оказываются автоматически защищены. В Windows же такого нет. Там разработчику каждой из программ нужно обновить у себя библиотеку, пересобрать свою программу, довести это обновление до пользователя. Централизованного механизма доставки обновления, в отличие от линуксовых репозиторий, там нет. Поэтому, по факту, большинство пользователей просто не получат защиту, даже если она появится вдруг, в большинстве случаев у нас просто не появляется обновление какое. Поэтому в Windows применяют методы разные для затыкания дыр. Это Hipshost, Trash and Prevention System, то есть поведенческие анализаторы, антивирус и прочее. На линуксе в этом гораздо меньше необходимости. Какие же есть инструменты, например, в России, для повышения безопасности? Во-первых, это механизм обновления системы. Система обновляется без проблем, по крайней мере, мы пытаемся, чтобы так было. Просто обновил, бесшовно, часто без перезагрузок, без лишних вопросов, быстро, четко. Есть механизм опции монтирования новых ZEC, довольно старый механизм, есть и MAC, более современный механизм, про него уже в предыдущем закладе очень подробно рассказали. Есть FAPolicyD, это демон, который тоже принимает решение о запрещении или разрешении запуска файла. Он умеет ориентироваться на наличие или отсутствие подписи у RPM-пакета, в который этот файл входит. И, кстати, про ему еще важно отметить, по-моему, не сказали, что проверяется не только подпись файла, который запускается, но и подпись любого исполняемого файла, который mmap в память с protexec. То есть, если какая-то библиотека прогружается в исполняемую память, то подпись тоже проверяется. Это важно, потому что просто проверять подпись бинарника недостаточно, если он в какие-то библиотеки в процессе работы прогружает. Есть довольно молодой в ядре Linux механизм Landlock, который позволяет юзерспейс программе самой сказать ядру. Ядро, ограничь меня в правах, вот такие оставь, а все остальное отбери от меня. Но это нужно со стороны программы поддержка, она пока мало где есть. Есть механизм Alt-H, он был разработан в дистрибутиве в Alt-е, как свободный патч у нас в ядре, раз он тоже применяется, если вы поищите в интернете Alt-H, там будет статья на Вики-Альта, ее в том числе я редактировал. Это очень интересная штука, которая позволяет, например, задать список разрешенных интерпретаторов, список блокируемых интерпретаторов, все остальные, и тем самым запретить пользователю запускать лишние интерпретаторы. Это все работает не без нюансов. Например, если в исполняемом файле shibank.bin.bash, то это будет работать корректно. Если shibank.user.bin.env.bash, то запуск такого файла будет блокироваться, потому что Alt-H будет думать, что это запускается интерпретатор пользователем вручную. Вот мы в новой платформе RASA 13, скорее всего, сделаем механизм, чтобы при упаковке RPM-пакетов shibank.user.bin.env автоматически подменялись на полный путь к исполняемому файлу. Это позволит, помимо прочего, в том числе вот этот механизм сделать более, скажем так, юзабельным. Также можно отключать генераторы превьюшек, то есть чтобы снизить вектор атаки при обработке пользовательских файлов. Например, в GDE это можно сделать так, чтобы администратор настроил и etc файлы положил, а сам пользователь не мог изменить эту настройку. Там есть механизм блокировок через знак доллара. У нас в России есть набор готовых пакетов s-config. Вот у меня есть отдельный слайд про эти наборы. Это довольно простое решение, но, мне кажется, довольно неплохая идея. Ставишь пакет, просто прилетает готовый конфиг, который различные гайки безопасности закручивает. Часть из этих пакетов из коробки входит сертифицированный RASA Chrome, который вот как раз только что на днях получил сертификат. Сертификат стека А4 на четвертый уровень. Также отдельно хочется отметить, что у нас проводится в том числе совместно с MOS большая работа по поддержке принтеров, сканеров из коробки на свободных драйверах. Это почему важно? Потому что типовой драйвер принтера или сканера – это некая программа, которая конвертирует из PDF или другого формата в формат, который хочет на вход получить принтер. А это не только запуск на своем компьютере некоего чужого бинарника от какого-то там дядюшки Ляо, но еще и скармливали эту бинарнику, возможно, какого-то чувствительной информации, если вы печатаете что-то, коммерческую тайну, гостайну, еще что-то. Также это вектор атаки, потому что если в этом бинарнике, как в черном ящике, в котором нет исходников, уязвимость, возможно, при печати специально оформленного PDF произойдет какое-то выполнение кода, возможно, даже от рута. А механизм IPP-USB позволяет без драйвера напечатать на очень многих современных принтерах, и он позволяет на многих принтерах, на пантомах, заменять приобретанный драйвер, и тем самым избавляет от необходимости запускать бинарники от дядюшки Ляо. Также отдельно надо отметить большой репозиторий, один из самых больших в мире по данным Repology.org. Это позволяет, если нужна программа, которая какую-то задачу будет решать, ну, например, вот здесь на слайде программа IceColab для просмотра DECOM снимков, MRT снимков, вам нужно смотреть MRT снимки, не нужно скачивать какую-то программу непонятно откуда, недоверенных источников из репозитории взял, поставил, она с задачей может справиться. Проблема антивирусов большая. Вот я провел эксперимент, поставил антивирус, российский доктор веб, и сделал команду rsync всех файлов из userbin, bin, sbin, usershary на отдельный раздел диска. И вот здесь вы видите скриншот htop, процессор нагружен под 100%, все ядра, то есть антивирус хорошо работал, он тщательно все файлы проверял в режиме реального времени, но проблема в том, что вот на другом скриншоте видно, что полная база антивируса, вот это буквально вчера, весит около 450 мегабайтов, но я, конечно, не знаю, но по моим догадкам, там больше 90% вирусов это виндовые. Понятно, что на линуксе может быть смысл искать виндовые вирусы, но получается, что мы прогреваем воздух в поисках тех вирусов, которые для нас неактуальны. И прогреваем воздух, судя по экспериментальным данным, я точно эти числа не снимал, потому что непонятно, что с ними делать, но видно, что воздух прогревается весьма неплохо так, а, к сожалению, нормативка регуляторов стека, например, часто обязывает просто использовать антивирус. А антивирус сам по себе тоже может быть дырой, потому что это такая штука, пропоритарный черный ящик, которого, ну, по крайней мере, у нас, сколько у разработчиков ОС нет исходников. Это штука, которая глубоко вклинивает систему, но при этом она на вход получает и PDF-ки, и картинки, и что только не получает. И, возможно, тоже эксплуатация уязвимостей. Например, я видел, как антивирус падал при сканировании почты. Аймап-трафик там корки образовывались, я вот пока не смог воспроизвести это на последней версии. Ну, а там, где происходит падение, там и до уязвимостей по выполнению кода обычно один шаг. И получается, что, с одной стороны, да, теоретический антивирус способен защитить от чего-то, но этого что-то не только лишь каждый видел, мало кто это видел, но комп грузит знатно и создает реальную дыру, что увеличивает поверхность атаки. Вот поэтому хотелось бы… А, и при этом подлинных почти не развито, ну, при докторе вообще нет, в Касперске я так и не понял, есть или нет. Поведенческий анализатор проактивная защита получается, он только сигнатурный. Сканирование, это сигнатурный сканирование, основан только от виндовых вирусов. Вот хотелось бы обратить внимание на существование такой проблемы. Презентацию можно по QR-коду скачать, если вдруг кому-то нужна. Спасибо. Как всегда, очень насыщенный доклад. Вы что-нибудь от Касперского? Да, я прошу вопрос потом перенести все-таки на стенды. Ну, задайте, пожалуйста, один. Виталий, что созвездие. Не очень понял ваших проблем с принтерами. Все принтеры сейчас практически печатают на дровах HP, поддерживают EMF, в которые ничего не внедряются. К сожалению, это совсем не так. Это розовые мечты. Нет, я делаю систему секретной печати. Мы занимались вместе с МОС обеспечением поддержки всех принтеров, которые в школах Москвы. По моим наблюдениям, очень многие принтеры печатают на нестандартных форматах. То есть, да, многие принтеры на вход умеют принять PostScript, PDF, какие-то IPP, USB поддерживают. Но очень многие, я не скажу точную цифру, долю, но она приближается к половине, как минимум. Какие-то новые китайские бренды там? Новый китайский бренд Катюша прекрасно печатает на дровах HP. Нет, Катюша… Если вам удалось завести Катюшу на HP, то расскажите, как. Она у нас печатает только на… Она на HP, и она запечатала. Не печатала. Ну, не получилось. Используем. Ну, еще бы Катюша сама знала, что она не работает на HP. Она сама себе синдо, но печатает на HP. И на HP печатает куча принтеров разных. Нет, не особо. Ну, куча, но… Так, ну ладно, давайте в кулуар. В кулуар по поводу Катюши, я понял. Клуб любителей Катюши образовался. Хорошо, а есть кто-нибудь, например, кто за вирусы впишется? Касперский у нас вот доклад полкал и убежал. Больше никого не осталось из Касперского? Кто сможет защитить? Объясните, почему не греет воду. Касперский, Добрый и Доктор В поисследовали на загружаемой системе? Я не знаю, как методически это правильно проводить. И даже если я проведу, какие-то числа получу, что с ним идет, непонятно. Потому что я просто на глаз посмотрел, что нагрузка большая. Ну, то есть у обеих. Ну, у Касперского я не пробовал. Но, скорее всего, плюс-минус так же будет. Я про Касперский могу прокомментировать, потому что у нас в школах Москвы очень много. Ну, у нас есть требования иногда устанавливать это на Касперский. Соответственно, опытов установки было много. И очень много отзывов от разных школ и системных администраторов. Пока что мы не нашли ни одного отзыва, который бы сказал, да, хорошо, этот Касперский чем-то помог. Зато было огромное количество, даже статьи писали админы, системных администраторов школ, которые говорят, вот я установил, вот я протестировал. Через какое-то время он мне начал вообще удалять РПМ-пакеты, допустим. Еще какие-то проблемы. То есть постоянно идет поток только проблем. И ни одной не было ни статьи, ни отзыва, ни какого-то обращения техподдержки о том, что оно как-то помогло. И даже об этом ни разу не описалось в чате. Пока что, как было сказано на презентации, к сожалению, Касперский оказался просто дырой пока в системе, к сожалению. Это не Касперский проблема, это будет проблема любого антивируса. Я думаю, что да, это проблема любого проприоритарного антивируса. Открыто можно было бы понять, в чем проблема, как это решить. Но когда решение проприоритарное, и оно получает доступ вот реально такой админский, что может удалять РПМ-пакеты реально, потому что она сагрилась на что-то. Но это не про безопасность. Причем якобы увеличить безопасность установкой антивируса требуют часто регуляторы. Мы, как разработчики ОС, мы ничего с этим делать не можем. Я понимаю необходимость антивируса, но надо, чтобы разработчики антивирусов как-то хотя бы объяснили нам, от чего он защищает. Это про другой секьюрити, между прочим. Это про job security администраторов. Если ему постоянный РПМ-пакет придется восстанавливать, ты понимаешь, да? Его уволить невозможно. Последний вопрос, и мы заканчиваем. Извините, сейчас начинается уже другое время. Комментарий маленький по защиту антивирусов. Известно, что когда пользователь получает все, как он ожидал, он ничего не напишет. Напишет только, когда есть проблема. Да, Сидин. Обед ждет, обед ждет.